Добрый вечер, с вами программа «Политика» Наталья Морари. Сегодня у меня в гостях экс-президент Республики Молдова, председатель партии коммунистов, господин Владимир Моронов. Добрый вечер. Вас не обижает, когда говорят вам «господин»? Ну, вы в нашей среде слово «товарищ» более значимое, более такое, знаете, человечное, чем «господин». Да, потому что в этой бедности, когда к людям обращаются, домнули, непонятно, что имеют в виду. Унижают просто человека. Я хочу сказать, что я долго к вам добирался. Долго? Полтора года? Да. Давно вы у нас с ним? Соскучились? Опять попал неудачно. Почему? Да, как раз. Кто нас сегодня будет смотреть? Чемпионат мира по футболу? Ну, вы мне извините. Когда чемпионат мира, давайте вообще всем государствам расходиться, правительствам расходиться, потому что никто ничем не занимается, все смотрят футбол. Мы сможем лучше выступать, чем ребята на сборах. А вы за кого болеете? Вы за кого болеете? За хороший футбол. За хороший футбол? Да. Ну, вообще по нам соскучились? Как? По нам соскучились? Давно у нас вы не были. Ну, соскучился по откровенному, серьезному, ответственному разговору, по серьезной дискуссии. Это правда. Господин Воронин, я вот пыталась сейчас вспомнить за последние полтора года, куда вас приглашали. Вас ведь на самом деле, кроме еще двух телеканалов, я, по крайней мере, вас больше нигде не видел. Может быть, максимум трех телеканалов. А у вас два главных медиахолдинга страны приглашают в свои эфиры? Нет. Вета, не только на меня, на всех моих товарищей по партии, по фракции, наложена в это. Мы не имеем приглашения ни от каналов, принадлежащих Демпартии, этого холдинга, ни от каналов социалистов. И самое интересное, что нас не приглашают на государственный канал, финансируемый всей страной, и нами в том числе, Молдова-1. Когда вы там последний раз были? Ой, не вспомню. А когда последний раз вас приглашали? Да не приглашают, потому что если приглашали, мы бы ходили. Если не я, то члены нашей команды. А вам вообще не обидно? Ну, ладно, канал Молдова-1 это другое дело, а все-таки каналы господина Плохотнюка и каналы господина Дадона. Вам не обидно, что ваши два таких политических отпрыска, они повернулись к вам спиной? И даже медийно не оказывают вам сейчас поддержку? Ну, я не знаю, правильно ли употреблять слово «обидно». Я не знаю, в политике действует интерес, а не дружба какая-то. То есть вы их, в принципе, понимаете? И Дадона, и Плохотнюка? Нет, я понимаю, но не разделяю их позицию, что именно так можно поступать с теми, которые сегодня в оппозитии. Не только со мной, а с многими другими. Речь идет не только о том, что нас коммунисты не приглашают. И других партий, находящихся в оппозитии, тоже вы не увидите. А вы в свое время, когда были у власти, вы не так же поступали, господин Воронин? Я вообще не занимался, кто на каком экране выступает или не выступает. Ради бога. Не было. Но я помню оппозицию того времени, 2008-2009 года, они очень сильно плакались на то, что их не приглашает государственный канал «Молдова-1». Они даже плакались тогда, когда им ничего, так сказать, еще не происходило и не могло произойти. Но их действительно не приглашали, точно так же, как и вас сейчас. Да ладно, еще как приглашали. Еще как приглашали на всех каналах. Другое дело, что не было столько каналов, как сейчас. Давайте с этого начнем. Сейчас куда не повернешься, телекалан. А так не было такого. Категорически не было. Я не говорю просто... Ну ладно, но мы же помним, господин Воронин. Нет, нет, нет. Всех, кого кто хотел приглашать, пожалуйста, приглашайте на здоровье. Дискутируйте. А иначе как рождается истина и как может узнать мнение тех или иных людей. Мы, наверное, с вами смотрели два разных телеканала «Молдова-1». Потому что тот телеканал, который я включала, я особо там оппозиции не видела. Наверное, вы включали детские передачи или еще что-то. Возможно. Оставим это. Господин Воронин, вы говорите, что в политике нет обид, здесь есть только интересы. А в чем заключается сейчас интерес господина Плохотнюка и господина Дадона, на ваш взгляд? Это не я говорю, это еще Черчилль сказал, что не существует вечных друзей в политике, существует вечный интерес. А в чем сейчас их интерес? Ну, их интерес удержаться у власти. Вкратце так. Тезисно. Но власть ведь для чего-то нужна? Ну, для чего? У власти, чтобы быть у власти. Для чего нужно? Чтобы руководить, чтобы заниматься какими-то делами. Какими-то так какими? Ну, я бы хотел, чтобы занимались государственными делами. А они какими занимаются? Ну, одни катаются, куда их даже не приглашают каждую неделю. Другие другими делами занимаются. И в том числе и в парламенте, и в правительстве. А по сути дела не делами, а имитацией дел. Если уж так откровенно. Ну, все равно. Это же вот все для чего-то делается, господин Воронин. Для чего-то. Для чего-то. Даже эта имитация, она для чего-то ведь делается. Чего хотят добиться люди? Имитации, потому что были сданы авансы серьезных избирателей. Потому что даны обещания европейским спонсорам, европейским структурам в плане выполнения договоров о ассоциере, ассоциации. И по другим направлениям. Вот поэтому и происходит имитация. А почему нельзя делать? Зачем имитировать? Почему нельзя делать? Имитация так называемых реформ. А потому что не хватает профессионализма. Не хватает самого главного. Не хватает понимания. Для чего и почему это надо делать. Вот для чего. Почему? Если говорить, например, об этом деятеле, который катается в сервере туда-сюда. Вы нашего президента имеете в виду? Да, за вашего президента. А он не ваш президент? Нет. Потому что он избран, я повторяю, неконституционно. Изменяли конституцию. Пять человек, которые не имели права это делать. То он еще и ленивый по природе. И все. Но как так вы этого ленивого человека в свое время сделали министром экономики? Он ленивый в плане мыслительной аппаратуры. У него она не работает. Он не может генерировать никаких идей, никаких предложений. Он, может быть, был исполнителем в те годы, когда он был в тех должностях, когда мы были в власти. Исполнителем. Но он выполнял указания, выполнял решения, выполнял распоряжения. Как исполнитель – да. А как первое лицо, которое, так сказать, должно аккумулировать и должно организовывать больше, чем просто исполнять. Это очень серьезно. А вы, кстати, тогда… Очень серьезный недостаток. А вы, кстати, тогда понимали, что он так далеко пойдет? Нет. Нет, абсолютно. Мы видели предел каждого. То есть предел возможностей и способностей, до чего он может вырасти, до чего он может дойти. Нет, нет. Вы гордитесь тем, что ваш, как говорится, человек, которого вы взрастили в рядах своей партии, ну, либо у колопартии, теперь таких высот достиг президент аж целой страны. Нет. В том случае, если бы это было по-настоящему, так сказать, и выборы, и человек, который был избран на эту должность, можно было бы говорить что-то положительное. Но когда ты соглашаешься идти на должность, которая принята с нарушением Конституции, то ты уже заранее должен знать, что ты делаешь предательство, совершаешь предательство по отношению к стране, по отношению к народу. Дуришь просто людей, если по-простому сказать. Как такими людьми можно гордиться? Никак. Господин президент, вы вообще, когда сейчас наблюдаете за тем, что происходит на политическом спектре Молдова, какое первое слово у вас возникает на уме? С чем у вас все это ассоциируется? Ассоциируется с беспределом. А когда этот беспредел начался? Ну, если вспомнить, то начался 7 апреля 2009 года. Я так и думала, что вы так скажете, все тогда начиналось. То есть вы думаете, что вот именно тогда начался этот беспредел? Да, был попытка государственного переворота. Они добились своих целей путем неизбрания президента. И покатилось, пошло и поехало. Да, не для Молдова, не для страны в целом, а для группировок. А вы вообще о чем-то сожалеете, когда глядываетесь назад и вспоминаете, как вы себя повели 7 апреля? Ну, до 7, 7, после 7. И все, что потом произошло и что привело к потере вами власти, вы сожалеете о чем-то? И до 7 апреля, я уже говорил, но мне не стыдно ни за один день, который мы были во власти. И 7 апреля самое главное наше достижение, что мы не допустили жертвы человеческие. И после 7 апреля мы не стали держаться, вот так как они три года не могли избирать президента, игрались вокруг этой должности, да, не держались. Один раз не прошла попытка избрания президента, мы через два месяца, как требует Конституция, назначили выборы вторичные. И все мы делали строго в соответствии с законами и Конституцией. И поэтому сожалеть, о чем сожалеть? Сожалеть лишь о том, что пришла вот такая команда, которые 9 лет добились статуса захваченного государства, которые за 9 лет добились того, что о нас говорят во всех странах мира, как о коррупции, страны коррупционной, после этих миллиардов. А вы продолжаете о них говорить во множественном числе сейчас? Так это одна команда. Одна команда? Ну а как же. То есть тогда к власти все-таки пришло сразу несколько партий, сейчас мы наблюдаем фактически за властью одной партии. Ну а потом они друг друга, так сказать, устроили всякие пакости, если так сказать, и потом в результате чего вот сейчас свелось все в одну команду. А вам вообще было понятно тогда или понятно сейчас, как так получается, что все эти люди, если же мы говорим про 7 апреля, все те люди, которые были так или иначе в вашем окружении в силовом блоке, они сейчас все так или иначе работают на Влада Плохотнюка. Как так получается? Ну не все. Вы видите, здесь к этим силовикам отношение не должно быть такое, как к остальным, которые занимаются паличкой. То есть отношение должно быть другое. Это люди в погонах, эти люди присягали на верность Родине. Это люди имеют специальную подготовку. И они должны служить Родине. Другое дело, кто сегодня руководит и какие команды поступают этим силовикам. Но как бы их всех назвали вместе. Но в принципе они должны выполнять свои задачи. Одни должны бороться с преступностью, другие структуры должны бороться с коррупцией. Третьи должны осуществлять правосудие. Четвертые должны выполнять другие функции. Я не знаю, в чьей структуре они работают, но... Я говорю не о тех, кто работает в госструктурах. Я говорю о Межинском, о Зубике, о Пупке. То есть о таких людях, которые... Это люди на пенсии. Они вольны или, как сказать, распоряжаться сами, куда им идти работать. Но вам не кажется странным, что почти весь силовой блок оказался сейчас так или иначе в окружении Влада Плохотнюка? Почему это должно быть странным? Люди работают. Одни работают в окружении Плохотнюка, вторые работают в окружении Шора, третьи охраняют кого-то других, четвертые возвращают обратно с пенсии даже в этой службе охраны государственной, потому что не хватает людей. И здесь я не могу, так сказать, быть арбитром и судьей. Каждый решает свой вопрос. Кстати, о Шоре. Поскольку вы о нем упомянули, он вчера вышел на одном из телеканалов с интервью, где рассказал нам о том, кто все-таки стоит за кражей миллиардов. Мы услышали имена Платона, Филата, ЦОП и не услышали главного имени. Ну, того, которое многие хотят услышать. На ваш взгляд, вообще его появление в ту же самую неделю, когда вышли и глава антикоррупционной прокуратуры, представители антикоррупционной прокуратуры, и глава национального антикоррупционного центра, и глава генпрокурор представили стратегию по возвращению украденного миллиарда. Это все случайно, что он в эту же неделю появляется и рассказывает нам свой вопрос? Я не смотрел. Я сказал, что я смотрел футбол, переживал за мексиканцев. А если это совпадает, то в контексте той же стратегии, видимо, в развитии, вернее, этой стратегии он добавил. Я не читал пока что. Я смотрел только кратко, что вот так и так на каком-то сайте. Но он не успел сегодня прочесть. Но вы ведь хорошо очень знаете Илона Шора. На ваш взгляд, все-таки его... Да я их всех хорошо знаю. Да вы всех их знаете, господин Воронин. Вы общаетесь. Ну как же так? Они все ходили, стояли в очереди... Илона Шора был депутатом, был министром, был... Они стояли в очереди в вашей приемной. Они все ходили к вам на поклоны. Вот уж кто никогда, никогда в кабинете президента не был, не грешите, пожалуйста. Это Илон Шор. Это Илон Шор, потому что он был совсем маленький тогда. Он был тогда совсем маленький. Ну, вы знаете, сами отвечайте на свои вопросы. Ну, я абсолютно уверена, что он ходил за вами и искал встречу с вами. Я практически уверена. Я его отца хорошо знал и очень уважал мир Илона Шора. Для вас вообще понятна сейчас ситуация вокруг Илона Шора? Человека приговорили к 7 годам с половиной за кражу миллиарда. Человек спокойно избирается мэром, человек спокойно ездит по всей стране, открывает социальные магазины на деньги, которые мы не знаем откуда. Никто не проверяет, откуда эти деньги. Он ездит по всей стране, показывает свой фильм, рассказывает, кто на самом деле украл миллиард. Вам вообще не кажется, что на основании его показаний заводятся почти все главные политические дела последних лет? Как вы вообще объясняете ситуацию вокруг Илона Шора? Мне уже давно ничего не кажется. Как это можно объяснить? Ну, так почему я должен акцентировать свое внимание на Илона Шора, когда такое происходит со многими другими? Аналогично. С кем? Да, с кем хотите. Приведите мне еще один пример такого же человека, как Илона Шора в нашей стране. Сколько угодно их таких. Я сейчас вот так сразу... Я имею в виду не фамилии, я имею в виду процессы, которые продолжаются в судебных инвестициях годами и ничем не заканчиваются. Я об этом сейчас хочу сказать, а не о конкретных фамилиях. Но на ваш взгляд, все равно, Шор какую роль играет вообще в основании нынешней власти? Это не для меня вопрос. Но вы же человек мудрый, опытный. Ну, откуда я знаю, какую роль кто играет? Я не знаю, откуда какую роль играет. Ну, вы что думаете? Ну, смотрите, на основании его показаний... Мы в партии сидим и проводим расследование? Ну, смотрите, на основании его показаний все-таки были посажены главные противники того, кто, как вы говорите, сейчас управляет страной. Сидит Платон, сидит Филат, еще одно дело на Платона, еще куча дел в судебных инстанциях. Все главные оппоненты нейтрализованы. Все. Чистое поле. И что здесь? И вы не видите никакой роли Илона Шора в этом? Нет, я не вижу никакой роли в персональных, лишь потому, что я хочу увидеть конечный результат. А результат должен состоять в том, кто и когда вернет этот миллиард. А сколько каких фамилий, имена персонали посадили, это второй вопрос. Это дело органов. Вы что думаете, что мы в партии сидим и проводим расследование или что? Или занимаемся каждый день шорами, плохотнюками, додонами? Да ради бога. А вы как гражданин этой страны, вы верите в объективность расследования, которое проводят Генеральная прокуратура и Центр по БРБ с коррупцией? Ну, конечно нет, потому что 4 года эта свадьба продолжается, так называемые поиски миллиарда. Или имитация этого поиска? Конечно нет, как я могу? Если это можно было решить сразу, по горячим следам. А кто верит в это? Вообще многие разочаровались, с кем мы беседуем. Я имею в виду с избирателем, с народом. Да, люди говорят, да, уже больше никто ничего не найдет. Никто ничего не вернет. А уже есть, в парламенте вы поторопились проголосовать закон о том, что каждый из нас, долгоплательщику, будет возвращать этот миллиард. Это все понятно. Но господин Воронин, вы как человек с большим, богатым опытом партстроительства, госстроительства, управления страной, нахождение в оппозиции. Вот через вас прошла вся современная история Молдова. Вам как кажется, мы вообще когда-нибудь узнаем, кто украл миллиард, как украл вообще, и украл ли, и что за этим всем стояло? Что там с резервами Нацбанка, куда ушли эти деньги и так далее? Мы многое ничего не можем узнать. До сих пор не можем узнать, кто организовал 7 апреля. Официально, юридически не поставлены акценты на события 7 апреля. Многие вещи мы не можем узнать. И причина этих предательств в парламенте. И много-много чего происходит у нас в стране, очень, так сказать, завуалировано. Потом время проходит, это все забывается, потому что возникают новые ситуации, новые события. То есть вы хотите сказать, что мы никогда не узнаем, кто стоит за 7 апреля, или мы никогда не узнаем, как украли миллиард? Нет, я хочу сказать, это не для тех, которые в власти. Я хочу сказать, это для народа, для избирателей. Что надо думать о том, кому мы доверяем власть. И пока не смеется нормальная, не придет нормальная власть, я сейчас отвечаю на ваш вопрос. Мы не узнаем ничего. Господин Воронин, но давайте так. К этим людям, к которым вы сейчас обращаетесь, в том числе приходят такие люди, как Илон Шор, с социальными магазинами. Этим людям не на что жить. Они некоторые живут на грани просто выживания. И к ним приходит Илон Шор, дает им карточку для своего социального магазина. Они могут наконец-то выживать. А потом, спустя несколько месяцев, к ним приходят и просят проголосовать за Илона Шора. Они же все пойдут и проголосуют. Как мы можем тогда когда-нибудь получить власть? Ну, я не думаю, что это будет именно так, как вы трагедизируете этот вопрос. Я думаю, что людей уже достаточно много раз обманывали. И карточками, и обещаниями, и предвыборными разными гарантиями. Даже те, которые сегодня у власти. И потом на второй день все забыто, ничего не выполняется, ничего не делается. Я думаю, что уже люди много-много понимают. А то, что им дают, они просто именно потому, что довели их до такого нищенского состояния, они просто берут. А как голосовать, это уже пусть решают. Если хотят так, чтобы в качестве нищих ходили и все время ждали подачек, это их вопрос. Мы будем объяснять, что происходит и как происходит, если начнется выборная кампания, имею в виду. Но мы и сейчас проводим эту агитационную работу. Объясняем людям, кто виновен во всех этих проблемах. Мы с вами здесь прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы вернулись в студию, продолжаем говорить с Владимиром Ворониным, гостем нашей студии сегодня. Господин Воронин, у вас в субботу прошел пленум ЦК партия. Инна Шупак, депутат парламента, очень подробно описала то, что там происходило. И она опубликовала некоторые отрывки из своего доклада на этом пленуме. Я бы хотела процитировать ее. Захватчикам хватило денег на покупку предателя, но не хватило ума для обеспечения функциональной повседневной работы законодательного органа. Посудите сами, с момента утверждения мандатов депутатов этого созыва и по сегодняшний день было проведено всего 150 пленарных заседаний парламента, вместо установленных по регламенту 282. То есть даже чисто математически этот парламент работает наполовину, выполняя лишь 53% из общего объема работы. Секундочку. Не забываем, товарищи, что в конце 2015 года задача перед предателями стояла более обширная, чем это казалось на первый взгляд. На известной пресс-конференции они объявили о выходе из парламентской фракции по КРМ, но не из партии. Они пытались собрать большинство членов ЦК по КРМ с целью проведения пленума с единственным вопросом на повестке дня – произвести переворот в партии коммунистов. Эту задачу им поставил главный молдавский олигарх, но они недооценили моральное качество настоящих коммунистов, вас, уважаемые товарищи. Заговор провалился. Господин Воронин, именно об этом заговоре, именно о том, что у главного олигарха цель захватить партию, говорили те коммунисты, которых вы искручили из партии в 2014 году. Помните, была такая группировка Март Качук, Юрий Мунтиану, Гриша Петренко. Абзац получился очень длинный, и здесь несколько понятий сразу включено, и как работает парламент, и как предатели ушли, и что замышлялось, и так далее. Но, получается, они были правы, те, которые уходили? Нет, не было права ни тогда, ни сейчас. Не об этом речь. Речь о том, что мы решили, что вот уже недолго осталось работать на ведущему составу парламента, рассмотреть на Пленуме Центрального Комитета, потому что список кандидатов выдвигает Пленум Центрального Комитета в соответствии с уставом нашей парламента, посмотреть отчет о работе нашей фракции. И получился очень впечатлительный отчет, он есть на сайтах наших, надо читать его, кто хочет, кто посмотреть, чем занималась фракция. Я в завершение даже сказал, тот тезис, который когда-то, выражение, которое применялось в ВОРУ, что берут не числом, а умением. Шесть человек сделали больше, чем почти весь остальной парламент. Это очень важно людям знать, что можно даже в этих условиях добиваться очень серьезных результатов в парламентской деятельности, в парламентской борьбе. Вот. Насчет тезиса о предательстве. Насчет тезиса о предательстве, как вы говорите, все-таки Ткачук, Мунтиану, Петренко. Да не надо мне вспоминать эти фамилии. Они были правы, когда говорили о захвате? Всегда эти фамилии. Оставьте их в покое. Было, было, что было, было. Была дана оценка тоже Пленум Центрального Комитета. И мы поставили точку. Я не хочу ворошить это все старое. Я другое хочу сказать. С момента создания нашей партии, которой вот сейчас 22 октября будет 25 лет, попытки постоянно уничтожить нас все. И когда мы были во власти, когда мы были до этого в оппозиции, и вот сейчас сколько мы в оппозиции. Лишь потому, что мы носим это название Коммунистическая партия. Эти попытки не прекращаются. И с этими предателями, без этих предателей, и все такое. И изнутри, и извне. Постоянно идут, продолжаются эти попытки. Постоянно. Только потому, что их раздражает слово коммунистическое в названии партии? Да, только потому раздражает слово коммунистическое. Нам предлагали много раз. Переменуйте название. Вы профессиональная команда. Вы достойные люди. Вы умеете руководить. И будете работать, это самое, будете все. А кто предлагал поменять? Я сказал, родители не выбирают. Не будем ничего менять. Так и будем. Кто предлагал поменять название партии? И внутри страны, и за ее пределами. Но вам не кажется, что в случае, если бы вы поменяли название партии, у вас бы сейчас было не шесть мест в парламенте, а вы действительно могли бы быть партией, которая до сих пор остается у власти? Оставьте эти вопросы. Такой ценой нельзя решать вопросы. Переменовать название партии. А что-то большая цена? Интересно. Это называется ребрендинг? Это цена нашей жизни. Это цена нашей истории. Это цена всего мирового человечества, которое выбирает левое движение. Это цена 27 миллионов человек, погибших в Великой Отечественной войне. Это цена такая, которая, так сказать, показала всему миру, что можно изменить образ строительства государства и жизнь людей, идти по социалистическому пути развитию. Это цена, которая заслуживает того, чтобы она стала вечной. Более другой идеологии, другой цены, другой концепции, как коммунистической, человеческая цивилизация еще не выработала. А здесь мы вступаем в противоречие с теми, которым это не нравится не только по идейным убеждениям, а потому что коммунисты всегда принципиальны. Потому что коммунисты всегда говорят правду. Вот так, как Инна в своем докладе на пленуме. А какие у вас дальше планы на партию? Какие у вас дальше планы на партию? Чтобы вступить очень серьезно в предвыборную гонку, в эту борьбу. Вы будете во главе списка? Объяснить людям, что так дальше жить нельзя. Мы будем идти списком и будем идти по одномандатным округам. Вы будете во главе списка? Это куда я знаю? Это Пленом Центрального Комитета решит. Вот прямо сразу вам все объясни. А вообще сил хватает еще вам, господин Воронин, быть во главе списка? Все-таки избирательная кампания – это непростая вещь. Лично мне? Да. До последнего дохода. А мы все коммунисты такие. Вот в этом и есть загвоздка вся. То есть, грубо говоря, на пенсию вы уходить не собираетесь? А какую пенсию в политике? Что, можно выключить мозги? Можно отказаться? А вы считаете, что из политики нельзя уходить на пенсию? На какую пенсию? Все равно я стану с коммунистом, членом партии останусь. Имейте в виду сроководящий работа? Да, да. Это другой вопрос. Это опять-таки вопрос времени и вопрос команды решает. А в душе я уже другими стал. Но все-таки 25 лет партии, вот вы будете сейчас в октябре праздновать, и 25 лет у партии несменяемый лидер. Вам не кажется, что это как-то… Единственная партия. 25 лет несменяемый лидер – это как минимум недемократично. Вы всегда говорите о том, что у нас партия решает, пленум решает и так далее. Может быть, пора дорогу молодым уступить? Не демократично, не демократично, не журналистам, и даже не тем, которые не члены партии. Это решает члены партии, и больше никто. Остальные, извините, не ваше дело. Ну, ради бога, это не наше дело. Просто это так выглядит. 25 лет мне уходить поста лидера партии. А что здесь такое? Ну, хотя бы вы рассматриваете кого-то в качестве собственного преемника? Нет. Нет? Нет. Ну, как же так? Это не моя функция, это функция товарищей команды. Я понимаю, но вы все-таки, как грамотный лидер, вы должны готовить, знаете, сани готовят летом. Это слово грамотный лидер, здесь какое-то очень странное сочетание. Хотя, если вы хотите сравнить с другими, те, которые называются лидерами партии, может быть, вы и правы, употребляя слово грамотный. Ну, как минимум доказательство того, что вы грамотный, как минимум доказательство того, что вы грамотный, является тот факт, что вы 25 лет остаетесь председателем. Так вот, вот видите, вы начинаете сами себе отвечать на вопрос. Это 25 лет, это опыт борьбы, это опыт построения партии, это опыт руководства партии, это не так просто. Это очень непросто. Это у вас со стороны вот так. Вот так, как сейчас с этим докладом Шупак. Все думают, а чем там могут 6 человек остались, потому что остальных у них купили. Что могут делать в парламенте? А пусть все прочтут, что мы сделали за это время в парламенте, за эти 3,5 года работы. Вот так и лидер партии, так и председатель партии, так и члены партии нашей. Везде и всюду они работают, они решают те вопросы, которые ставит партия. А мы ставим вопросы в унисон с тем развитием страны, которое должно произойти и не происходит почему-то. А это правда, что вы когда-то все-таки рассматривали в качестве своего преемника Артура Решетникова? Нет. Ну, что только не приписывали, что этот мальчишка вроде как бы мой родственник, что я имею в виду невзрослеющий мальчишка, мой родственник, и еще что-то приписывали. Оставьте эти все. Это все ваши выдумки журналистов. Ну, не лично собеседницы. А как так получается, господин Воронин, что вы с такой легкостью сейчас говорите о ваших бывших членах партии так пренебрежительно, унитяжительно. Говорите, что этот глуп, этот непрофессионален, этот мальчишка недоросший. Но они же все были членами вашей команды. Вы же когда-то их выбрали, вы же когда-то начали их продвигать. У Решетникова была замечательная карьера политическая. Ну, как так? Я не могу иначе оценивать подлость. Если тебе доверие, тем более ты постарайся подняться на высоту этого доверия и заслуживать, так сказать, повседневно своими делами вот это доверие. А если ты совершил подлость, я сейчас начну что, аппетиты им бросать, этим всем предателям, которые за интересы, за деньги, за все продались. И не только они. Что, до этого мало предательства было, что ли? Кто-нибудь из них хоть раз за это время попытался на вас выйти? Нет. И не надо. И не советую. Вот если смотрят передачу, я думаю, будут смотреть. Ну, там, может, письмо написать, месседж передать через кого-то. Нет. И не хочу ни письма, ничего. Сам факт, совершившийся, нельзя простить. Предательство есть предательство. Все. А в парламенте, когда вы с ними пересекаетесь, все-таки их довольно много, 15 человек. Не пересекаемся. Ну, как так? Ну, вы же смотрите, как на пустое место. Да. Вообще не смотрю. Прохожу мимо. Ну, а если они идут по коридору, вас встречают, что-то они вам говорят, они хотя бы здороваются с вами? Нет. Попробовали. Попробовали. Вы что отвечаете? Послал. Кого лично вы послали? Не надо. Они знают. И с тех пор с вами даже не здороваются? Даже и не дай бог. И не дай бог. Инна Шупак в своем докладе, который она представила в субботу, писал о них. Всегда и везде мы говорим о реальных причинах феномена политического предательства. Речь идет о суммах от 200 до 500 тысяч евро, которые варьируются в зависимости от функции в партии, откуда перекупают. Плюс ежемесячные конверты с несколькими тысячами евро. Что говорить, если только на покупку 15 предателей из ПКРМ Владу Плохотнику, как говорят, пришлось потратить около 5 миллионов евро. А вы когда-нибудь думали о том, чтобы пойти в Генпрокуратуру, написать заявление, все-таки это покупка людей, это акт коррупции, заявить? Вы же ответственный политик. Мы внесли проект закона в 2015 году. Закон о политической коррупции. И что он лежал два года. Закон. И не был включен в повестку дня. Мы его обновили сейчас, этот проект закона. И опять он лежит в парламенте. Об этой политической коррупции. И ничего, никакого движения. Они что, сами... Это что, они собаки, что ли? Будут сами ловить свой хвост? Что, они сами себя будут ловить? Здравствуйте. Значит, они нужны были для чего-то? Ну, смотрите, может быть, вы используете другие рычаги. Вот Зумбря, но нынешний глава Национального антикоррупционного комитета был в системе еще во времена коммунистов. Может быть, к нему обратитесь? Он не в системе был. Он был основоположником Центра по борьбе с коррупцией. Ну да, от имени коммунистов исходит инициатива, они голосуют. Я не могу быть таким наивным. Извините. А как так получается? Человек, на которого вы поставили, сделали ставку тогда. Вы сами говорите, что Зумбря был одним из основоположников Центра по борьбе с коррупцией. Сейчас он спокойно становится главой Центра, как вы говорите, в Плохотнюковской системе. Я не сказал так, как вы формулируете главой Центр Плохотнюковской системы. Он руководит Центром государственным, а не чьим-то. Я до сих пор, чтобы вам не показалось странным, остаюсь о нем хорошим мнением. Серьезно? Да. А какого вы мнения о работе Центра национального антикоррупционного? Плохого. А как так? О главе хорошего мнения о Центре в целом плохого? Как это возможно? Есть такие и есть такие ситуации, когда надо этим работникам дать возможность работать. Осуществлять свои полномочия. Чтобы забегали глаза. Подождите. Думаете, что спросили? Нет, нет, подождите. То есть Зубрянову по отдельности хорош. Профессионал. Профессионал. Очень хорош. Но не дает возможности работать. Ему, всему Центру. А что сидит тогда? Где? В Центре. Это вы же пригласите на передачу. Мы с удовольствием пригласим. Но все-таки, на ваш взгляд, человек, который, как вы говорите, был основоположником этого Центра. И у него... Ну что, вы все хотите, чтобы у всех были характеры коммунистов, что ли? Нет? Нет. Все. Мы сказали нет. Все. И не торгуемся ни с чем, ни с кем. Есть люди, которые, так сказать, иначе относятся к нам. Господин Воронин, у вас на пленуме ваши депутаты, представители вашей фракции говорят о том, что олигарх контролирует страну, захвачено государство и так далее. Говорите про то, что юстиции нет, реформ нет, всего этого нет. Вот сейчас мы говорим про один из основных центров, который должен бороться с коррупцией. По отдельности, шеф хорош, центр не функциональный. Как вообще возможно, чтобы люди... Это Центр по борьбе с коррупцией, мое детище. И я до сих пор очень переживаю о его работе, о людях, которые там работают. Другое дело, что я никогда, не будучи в должность президента, не все это время, никогда не вмешивался, никогда не звонил, никогда не просил, никогда что-нибудь, не дай бог, вмешиваться в работу центра. Ни при власти, ни сейчас, повторяю. Это другой вопрос. Но то, как... А вы в курсе, что те наезды на бизнес? Дайте сказать, а то вы задаете вопрос. Вот вода у вас, как у Голи, Анатолий, тут то же самое. Развивая тему это называется. Да, я знаю, разбивайте собеседника с мыслей, чтобы добиться того, что вы хотите. Не пройдет. Я другое хочу сказать, что почему я недоволен целым центром и прокуратурой всеми? Потому что они должны были с этим миллиардом, по крайней мере, разобраться. То, что там кого-то со взятками, то, что кого-то там наехали, образно говоря, по милицейскому жаргону. Чтобы вы в моих должности не перечислили, чтобы был еще министром внутренних дел. Забыли, да? Вот. Например, академия экономических знаний. Там давно творился этот беспредел. Что здесь кому-то... А что только там? И многие другие вещи. Я это поддерживаю и так далее. Но это, по сравнению с миллиардом, это мало. Это надо делать. Потому что коррупция большая не возникает сразу сверху. Но вот они на этой неделе, на прошлой неделе представили стратегию по возврату миллиарда. Вышли. Три главы. Адриана Бицешор, господин Зумбряна, Эдуард Харунжин. Вышли. Представили стратегию. Вы недовольны? Недоволен. Почему? Да? Надо ответить? Конечно, конечно надо. Я уже сам взял этот вопрос. Хорошо. Вот это мне очень нравится. Значит, недоволен, потому что это надо было делать сразу, а не через 4 года. Но я когда увидел эту схему, я предполагал, что так оно и будет. Я когда увидел эту схему, я только не знаю, как они доберутся до тех, которые стоят, сидят за этой схемой. Куда это все расползлось, этот миллиард. А вообще, на ваш взгляд, те структуры, которые занимаются сейчас этим расследованием, они ведь, все эти люди, которые представляют сейчас стратегию, не работали в этих структурах, в том числе тогда, когда все это происходило. На ваш взгляд, можно ли доверять расследованию, которым занимаются люди, которые находились в позициях, в должностях в то самое время, когда все это происходило? Когда, к примеру, Центр по борьбе с коррупцией, Национальный антикоррупционный центр, мог совершенно спокойно предотвратить это еще тогда, потому что у него есть этот специальный софт, который позволяет мониторить все выходы и входы денежных средств в банковскую систему и так далее. Можно ли доверять вообще? Ну, здесь есть проблема. Здесь есть проблема. В зависимости от того, что сейчас будет делаться по этой стратегии, если так называемая, если это останется на уровне декларации, до сих пор ведь тоже было попытки искать, то фирмы Кролл, то еще какие-то расследования, то аресты, то суды. Было что-то, да, и немало причем. Если это останется на таком уровне, то, конечно, останется все на уровне сомнений. Не только у меня, но для всего народа. А вам не кажется странным, что и в стратегии, и, к примеру, в интервью Шора вчерашнем, которое он дал телеканалу РТР, появляются одни и те же фамилии, и не появляется, как я вам сказала, тоже одной из фамилий, которая, ну, по крайней мере, все ожидают ее там увидеть. То есть нам говорят про Платона, нам говорят про Филата, нам говорят уже теперь и про ЦОП Виорела и Виктора. Ну, как-то вот не совсем... А вы кого считаете, что там не хватает? Ну, я считаю, что как минимум надо, хотя бы с точки зрения того, кто имел политическое влияние на такие структуры, как Центр по борьбе с коррупцией и Нацбанк, политическое влияние в то время. Можно было бы заинтересоваться ролью господина Плохотнюка во всей этой истории? А я не согласен здесь. Почему? А какое он политическое влияние имел 4 года назад? А вы считаете, что он не имел никакого политического влияния, допустим, на господина Драгуца, на главу Нацбанка, или на генерального прокурора? Нет? Или на главу Центра по борьбе с коррупцией? Ну, вы понимаете, вот вы со мной беседуете как с работником этих органов, а я занимаюсь партией, занимаюсь парламентской деятельностью, то есть в общенном виде занимаюсь политикой. Но вы же бывший милиционер, бывших не бывает. Вы понимаете логику этих органов? Да, я, конечно, понимаю, но здесь нужно не только понимание, здесь нужно действие. Понимаете? Поэтому Драгуца, ну, это ставленник либеральной партии лично ГИМПу. Он исчез, его нет. Вот, да, вы правы, фамилию назвали очень четко. Его надо искать, его надо спросить, и если надо, привлечь к ответственности. Да, здесь я согласен. Кого еще? И всех остальных, кто причастны к этому? Понимаете, просто граждане имеют право задаваться вопросом, почему вообще во всей этой истории скражи миллиарда не расследуется вовлеченность госинститутов? Потому что когда мы смотрим на то, как это произошло... Где опубликована эта стратегия? Я ее лично не читал до сегодняшнего дня. Ну, опубликована, она на сайте появилась. Да, я начала ее читать. И что? Ну, я промолчу. Довольно? Я промолчу. Ну, вот. Я промолчу. У меня сразу же главный вопрос. Я вообще считаю, что пока не будет проведена иллюстрация во всех органах правоохранительных и судебной системы, мы вообще не можем говорить о независимом расследовании. Неважно, будь то кража миллиарда, вообще любом другом расследовании. И даже если будут еще 99 стратегий разработаны. Я хочу, чтобы... Вообще дело это не подлежит стратегии. Не стратегии надо, а план действий. Координарный план действий. Этих трех структур и, может быть, даже мало. Здесь отсутствует такая служба, которая есть у нас в стране, но они все забыли, если никто не вспоминает. Может, они так спрятались глубоко. Служба информационной безопасности? Служба информации безопасности. И многих других надо привлечь к этой работе. А не стратегии писать. Это делается координированным планом, с грифом «секретно». И работать надо. На ваш взгляд, вот эти три структуры, которые представили стратегию на прошлой неделе, они сейчас политически независимы? Я бы не считал. Я бы не считал бы. Как политические независимости, если одни назначаются декретами, другие утверждаются голосованием в парламенте. Демпартия контролирует сейчас эти структуры? Я не могу это сказать. Но то, что они были утверждены в парламенте, а демпартия имеет большинство в парламенте, это какой-то есть вопрос. Мы снова прерываемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы вернулись в студию, продолжаем говорить с Владимиром Ворониным, председателем партии коммунистов. На ваш взгляд, почему так и не валидирует мандат избранного мэра Андрея Анастасия? Вот уже две недели. Ну, тот же дурдом, что мы обсуждали до сих пор. Ну, а зачем так играть на нервах? Значит, 14 июня 2015 года имели место местные выборы. Да. Сегодня у нас 18 июня. 2018 года. Остался ровно год до истечения мандата всех местных избранников. Так? Да. Поэтому здесь возникают несколько вопросов. Почему? Вернее, ответы на почему. Первое. Или они такие наивные ждут, чтобы исполнился год, и не утверждать его мандат, чтобы потом не иметь права на другие повторные выборы. То есть? Можно здесь поподробнее? То есть за год до выборов нельзя проводить другие выборы. И вот 21 июня будет год, после которого уже нельзя проводить выборы, нельзя проводить в Кишине выборы, потому что год остался до очередных выборов. Вы хотите сказать, что они могут пойти на невалидацию мандата Андрея Анастасия? Я так не говорю. Я объясняю. Вы меня не об этом спросили. Вы спросили о причинах. Я объясняю одну из причин. Вторая причина вообще абсурдная. Что якобы социалисты обратились с какими-то протестами. Протесты принимаются в день голосования. Даются в эту окружную избирательную комиссию по выборам генпримара Кишинева. А не на второй день. И протесты должны быть документированы. Должны быть в видео, должны быть свидетели. Должны быть что? Мало ли что на второй день кому приснится, что он обижен, что не выиграл выборы. Но вообще Иоанн Чубанова даже поздравил Андрея Анастасия в тот же вечер с победой. Так тем более. Или он фальшиво поздравил, или это самое. Потом им сказали, что зачем мы так спешим. А ну давайте мы развернем этот вопрос в обратную сторону. Ну хорошо. А вы понимаете логику этого процесса? Зачем тянуть? Зачем затягивать? Есть и третья причина, если интересует. Третья причина. Может быть кому-то надо накачать мускул этому Анастасию. Перед очередными парламентскими выборами. А потом. А вы считаете, что не валидация его мандата накачивает его мускулы? Нет. Не валидация полная, а вот это игра в не валидацию. Потому что я почему-то уверен, что все-таки ему завтра, послезавтра утвердят то, что он победил на выборах и признают его официально, примарок с него. А вот эта нервотрепка, как бы то самое. Я же сказал в тот же день, когда были эти выборы, на второй день, когда меня спросили. Я сказал, что здесь первый вопрос, который возникнет, первая проблема, которая возникнет, это будет проблема между Анастасией и Майейсан. Теперь будет проблема уже, так сказать, самого Анастасия. А почему будет проблема? Потому что будет сложнее договориться? Ну, после этих скандалов с валидацией, с утверждением результатов голосования, без утверждения результатов голосования, конечно, Анастасия получает как бы приоритет по отношению к другим своим, так сказать, союзникам, которые его поддержали на эти местные выборы. Здесь такая игра какая-то затеяна. А на ваш взгляд, власть вообще какую стратегию выберет по отношению к Андрею Анастасии? Вы помните времена, когда в 2007 году мэром Кишневу был избран Дарин Киртуак? И после этого началось такое двухлетнее противостояние, между центральной властью и местной в Кишиневе? Вы опять нас упрекаете в том, что не было. Я не упрекаю, я констатирую. Констатировать надо объективно, истинно. А вы считаете, что тогда не было противостояния между мэром Дарином Киртуаком? Надо констатировать то, что мы не имели с кем работать. Потому что в примарию пришел, как его назвать, не знаю, который ни в чем не разбирался. И он 10 лет ни в чем так и не стал разбираться, разрушил все, что можно разрушить этот Киртуак. Поэтому мы видели сразу, что мы не имеем с кем работать. Как работать с человеком, который ничего не понимает, ничего не знает, ничего не хочет? Вы что, не помните эти истории с ним, сколько раз случалось, что случалось и что было за все это время? Только кишиневцы слепые такие, котята, что голосуют три раза подряд за человека, который абсолютно не профессионал, абсолютно ни в чем не разбирается. За это время можно было бы дрессировать кого угодно. На ваш взгляд, какую сейчас стратегию выберет власть по отношению к Андрею Анастасию? Я слушал на каком-то телеканале председателя парламента. Господин Аканду. И он сказал, что раз есть волеизъявление граждан, мы обязаны сотрудничать с теми, которыми оказано доверие народу. А вы верите всему, что говорит Адриан Аканду? Всему это трудно обобщать. Но слышали все. Он по телевидению так говорил. Я был с другой стороны экрана. Господин Аканду два года назад нам сказал, что ровно через год нам заживется хорошо. Это тоже он на всю страну сказал. Но как-то не зажилось хорошо. Нынешнее поколение людей будет жить при развитом капитализме. Не состоялось и не состоится. Но какие-то, видимо, тоже или перспектива какая-то в отношениях с Анастасией. Я чувствую, что, уважаемая моя собеседница, этого добивается от меня. Или что-то еще наверняка вынудило Аканду это сказать. А может быть, если человек сказал, почему нельзя верить. Господин Воронин, а у вашего сына Олега начались вообще проблемы по бизнесу последние годы? Или его оставляют в покое? Какие проблемы по бизнесу, если он не занимается бизнесом? Ну, все равно акционер родного из банков. Проблемы были и продолжаются у меня достаточно. Еще и у Олега должны быть проблемы. То есть его не трогают? Нет, конечно. За что его трогать? Проверили. Все. Да все проверили. Не трогают, но все проверили. Не знаю, может продолжать еще что-то. Так же, как проверили всю мою деятельность за мои президентские годы. Все мои резолюции, все мои подписи на всех декретах и все остальное. Все мои награждения. Все-все-все. Все проверили. Ну, и это правильно. Вот сейчас, может быть, есть еще один вариант по примарии. То есть в данном случае вы доверяете правоохранительным органам, когда они проверяют Олега Воронина? Здесь верить можно. Может быть, вот так я присоединюсь к тем, которые говорят, что взяли паузу, чтобы там что-то сжечь, что-то уничтожить. Вот и примарии. Я не знаю, что это может сжечь, что может уничтожить, потому что все это есть на компьютерных сайтах, на везде и всюду, документах, регистру и тому подобное. Но такой бред тоже. У нас все время что-то кто-то выдумает. Я сожалею, что я повторяю это, но другое я ничего не могу придумать. Я поняла. А вы можете нам рассказать, раскрыть скобки, как вообще происходила продажа бывшего офиса партии коммунистов там, где сейчас находится у нас? Ну, что я буду коммерческими тайнами разбрасываться? Там, где сейчас находится офис Демпартии. Ну, очень хорошо. Вы рады этому? А? Вы рады этому, что там сейчас находится офис Демпартии? Рады я, не рады. Я рад, что я избавился от этого офиса. Вот это я рад. А почему вы не готовы открыть коммерческую тайну? Вы все-таки депутат парламента, обязаны декларировать. Так, ничего, я не обязан. Я обязан в декларации писать все, что нужно. Вы не готовы сейчас поделиться с общественностью? Что? Вы не готовы сейчас поделиться с общественностью? Да я уже делился, что вы первые меня спрашиваете об этом. Ну, повторите. Были пресс-конференции, были передачи. Я об этом рассказывал, да, что вот сколько у нас процентов было в этом офисе. Вы что думаете, что мы были владельцами этого офиса? Мы имели одну пятую часть этого офиса. Остальное было не наше. Вот в чем дело. Ну, хорошо, за эту одну пятую часть вам достаточно заплатили? Не достаточно, а ровно столько, сколько мы потратили. Сколько стоило это, когда строилось здание, это одна пятая часть. Именно столько, и не больше, ни копейки больше. А чье это здание тогда, если у вас только одна пятая часть? Строительная компания. А чьи эти дома, которые строятся, и сразу еще только колонны забили, а уже написано, все виндапартаменты, продаются квартиры и так далее. Ну, извините, Воронин, просто я, знаете, мне очень сложно представить ситуацию, при которой, к примеру, один из лидеров оппозиции Андрей Настаси будет садиться за стол переговоров с представителями Демпартии и обсуждать сделку по продаже той или иной недвижимости, либо Майю Санду. А вот в случае с вами, как так получается, что, с одной стороны, вы в оппозиции, и вы говорите, что этот режим ужасен, но вы с ними сотрудничаете тогда, когда дело доходит до сделок по продаже. Ну, вот сделка по продаже имущества. Там уже Демпартии продали здание, милые мои. Нам заплатила свою квоту эта строительная организация. Мы ни с кем, ни у кого других ничего не покупали и не продавали. Эта строительная организация заплатила нам эти деньги. А они, в свою очередь, видимо, получили, продали весь офис Демпартии. То есть вы, когда продавали, вы не знали, что это делается для Демпартии? Ну, какое дело? Я 9 лет искал покупателя на эту долю. Потому что они нам все время предъявляли претензии. Давайте, 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 строители. Я поняла. Чтобы было ясно. Я поняла. Ну, то есть вам все-таки дали заработать, скажем так. Ничего мы не заработали. Мы потратили столько и вернулись на себя столько. Ни копейки больше мы не заработали. По балансовой стоимости, что у нас числилось в партии, как и израсходованные деньги, вот это все мы и получили назад. Есть вопрос от вашего бывшего соратника по партии Григория Петренко. Я объявила на фейсбуке. Он же откуда этот вопрос поступил? Из Баден-Бадена? Ну, я не знаю, откуда он поступил. Господин Петренко написал мне, увидев пост в фейсбуке, о том, что вы сегодня приходите. Было бы интересно спросить, в каких отношениях Владимир Николаевич находится с Илоном Шором. Последний раз их вместе можно было увидеть на концерте Кобзона, когда Шор и Воронин стояли рядом в первых рядах. На кого еще из молдавских политиков Шор написал донос, кроме Филата и Платона? Учитывая, что Владимир Николаевич неоднократно летал на самолетах Шора, в том числе и с ним, не является ли Владимир Николаевич шантажируемым появлением подобного рода доноса и запросом на снятие неприкосновенности? Был ли Владимир Николаевич в гостях у Шора в том же доме, где был заснят на скрытую камеру Филат? Длинный вопрос, много вопросов. А вот видите, я не случайно спросил, откуда поступил вопрос. Гриша, наверное, где-то или на море, или где очень жарко перегрелся. Вообще Гриша получил статус политического беженца в Германии. Вы это прекрасно понимаете. Гриша получил статус политического беженца, а живет в квартире в городе Баден-Бадене. Если кто нас слышит и знает, что такое Баден-Баден, и сколько стоит там квартира, то пусть спросит Гришу, на какие шиши. Но вообще, насколько я знаю, Баден-Баден – это немецкий город, нет? Да. А политическим беженцем какой страны стал? Не-не-не, Европы. Стал господин Петренко. Нет, ты обязан по программе находиться на территории той страны, которая тебе дает статус беженца. Это вы с Гришей выясняете. Это вот сейчас не самое главное. Ответьте на вопрос, который он задал. На вопросы, которые он задал. Врет Гриша, не знаю, что это его заставляет. Видимо, злость на меня или на Шора. Вы никогда не летали на самолетах Илона Шора? И тем более с Шором и на самолетах Илона Шора. Не летали. Я даже не знаю, были ли у него самолеты. Та же, вот, конкретно. А он предлагал вам хотя бы когда-нибудь на самолет? Каждый день ходит. Нет, он предлагал вам хотя бы хоть раз на самолете своем подвезти, куда-то отвезти. Так что вы, как может предлагать? Куда вы не летали? Ну, как может? Стоять на концерте с Кобзоном в первом ряду. Сейчас доберемся до концерта. Куда мне летать? Что я, Додон, что ли, лечу? Куда я лечу? Я лечу пассажирским рейсом обыкновенным, если какие-то дела есть. То есть вы никогда чартером не летали? Нет, в последнее время я чартером не летал. Я бы летал чартером, когда я был президентом. Все. А насчет концерта. Я не знаю, сколько Илон знает Кобзона, но я Кобзона знаю очень давно. И Льва Валерьяновича Лещенко, Иосифа Давыдовича Кобзона. Я пошел послушать Кобзона. А там кто рядом подошел со мной, поздоровался. И что? Это уже для Петренко большое преступление. И я продаю родину, я краду миллиарды вместе с кем. А в гостях уж у Илана Шорова бывали? Какие в гостях? А куда в гостях? Ну, не в гостях. В Москве или где? Нет, здесь. Везде были? Были в гостях. Что наивные вы такие люди? Что наивные? Мы задаем вопросы. Были ситуации, когда... Я говорю, я же знал его очень хорошо, его отца и так далее. Это было ради бога, царство небесное этому человеку. Ну, хотите меня что? К чему это все? Илана Шорова занимается Аргеевым. И, кстати, все говорят, там в Аргееве даже наши товарищи очень успешно. А все остальное уже от Лешего. Все остальное может быть и от зависти, и от другого, потому что другие не могут это делать. А вообще он вам кажется действительно таким талантливым, что в молодом возрасте уже смог стать одним из главных секретов по краше миллиарда? Не работали ни на какими совместными проектами, ни в каких государственных или коммерческих структурах я не занимаюсь этим делом. Ни в чем. Я не могу сказать о талантливости, о неталантливости, но по отзыву и по тому, что происходит в Аргееве, так дело сдвинулось очень серьезно. Я там сам ездил, смотрел этот парк, смотрел эти дороги. А для вас имеет значение, на какие деньги, допустим, делаются такие вещи, в том числе очень хорошие в Аргееве? Для меня имеет значение. Имеет значение? А для людей, для которых это делается, я не думаю, что уж такое большое значение. Они упоминали о социальных магазинах и так далее. Я не думаю, что в этих условиях людям рады, что что-то кто-то... А для тех людей, которым сейчас асфальтируют села или там что-то еще, райцентры и тому подобное, имеет большое значение, как, что, откуда. Им главное, чтобы результат был, чтобы им было хорошо. Ну, фактически, фактически, коррупционерам в Молдове еще долгие годы будет зеленый свет, потому что ты можешь совершенно спокойно украсть денег, поделиться одним процентом с жителями своего села, района, одномоднатного округа. Люди будут счастливы, за тебя проголосуют, ты при 99% остался и все отлично, в шоколаде. Я не хочу, чтобы вы, все остальные журналисты, схватили эти мои слова как бы за оправдание этих коррупционеров, как вы их называете. Но те коррупционеры, которые делятся на грабленных, может быть лучше, чем те, которые украли, удрали и где-то держат эти деньги в офшорах. Черт их знает. Это я почти что в шутку. Но людям важный результат. Господин Воронин, а если бы при вашем президентстве, вот вы были бы президентом страны, вы были два срока, появился такой человек, которого приговорили к 7,5 годам лишения свободы на основании доказательств, которые привели органы, которые вы создавали и так далее. Вы бы позволили, чтобы этот человек ездил по всей стране, вел избирательную кампанию, открывал социальные магазины? Вы вообще допускаете, что при вас такое могло быть? Нет, это миллиард не пропал бы никогда и ни за что. И коррупция, что, наверное, была бы, так сказать, вот если не столько, то намного меньше. Это однозначно. Потому что мы, я говорю, мы создавали центр, мы принимали законы специального борьба с коррупцией и не только. То есть это было бы невозможно? Действительно боролись. Я уже говорил, что все законы. Вопрос начинается не из какой-то персонали. Этот персонали просто ловко использует эти дыры в нашем законодательстве, эти провалы в своих интересах и так далее. Как можно было из этих банков увести это все? А вам господин Рейдман не объяснял? Он все-таки разбирается в банковском деле? Он объяснил, но он уже не руководит никакими структурами, никем и ничем. Это он был советником президента, а сейчас он просто депутат парламента и тоже возмущается, как и мы все этим делаем. Понимаете, начинается все... А он вообще вам... Оставьте, мы доберемся и до него, если хотите. Все начинается с законодательной базы. Каждый закон, носящий экономический, социальный характер при нашей власти, отсылался на экспертизу, антикоррупционную экспертизу. Можно ли, применяя этот закон, совершить какие-то акты коррупции? А сейчас что делается? Точно такие же экспертизы сейчас тоже делаются. Но это не мешает потом эти законы нарушать. Они даже не отсылают в Страсбург... Возвращаясь к господину Рейдману, вы вообще ему задавали вопросы про то, что произошло в банковской сфере с этой кражи, чтобы понять, что... Но он все-таки разбирается в этом. В свое время, когда был советником по экономическим вопросам, он предлагал определенные изменения в банковском секторе на законодательном уровне. Да, и не только с Рейдманом, мы со всей командой нашей обсуждали и обсуждаем постоянно. В том числе и вот после этой пресс-конференции по этой стратегии тоже поговорили на эту тему. Он говорил вам что-то о роли, к примеру, такого человека, как и Сергей Иралов во всем этом? Потому что они знакомы, насколько я знаю, общаются? Нет. О персоналиях мы... почти что они называются, персонали. Мы говорим о самом факте, о самом процессе. Ну как можно говорить, к примеру, о вещах... Вообще в Молдове можно говорить о чем-то, не касаясь персонали, господин Воронин. Даже вашу власть называли абсолютно персонализированной. Потому что у нас... Ну так, потому что все заключалось... Нет, персонализированной. Все заключалось на вашей личности, Владимира Воронина. Как можно говорить, к примеру, о том, что произошло в банковском секторе, не называя конкретных имен? Ну, я говорю, а что не называют? А Драгуциану что вам это? Мало? А где Драгуциану? Кто его ищет? А это единственная фамилия, которую вы обсуждали с господином Рейдманом? Ну, много других фамилий, которые на слуху у всех. Фамилию Яралова он вам произносил? Нет, я не помню такую фамилию в наших разговорах. И я не знаю, что такое. Почему он должен произносить эту фамилию? Мы о чем говорим вообще сейчас? О банке? Да, о банке. А он что, работает в банке Яралова? Я не помню. Нет, просто Яралова называли многие. Что? В том числе, к примеру, в опубликованных аудиозаписях между Платоном и Яралом. Становится понятно, что Яралов не был последним человеком в том, что касается банковского сектора, даже Национального банка. Да, ну и вообще всю передачу на следственных экспериментах строим. Я этим не занимаюсь. А как вам вообще такие следственные эксперименты? Вот появление прослушек, видеосъемок в публичном пространстве, когда снимают людей? Все должно быть с разрешением прокурора это все делается. Все остальное не носит законный характер. Эти все прослушки, видео и все остальное. А прокурор должен принять решение на основе возбужденного уголовного дела или соответствующих, так сказать, информаций оперативной. Но очень веридик. То, что появляются такие прослушки, видео, аудио и так далее, кто за это должен ответить? Те, которые провели, должны, не те, которые провели, а органы должны провести расследование, кто это сделал, во имя чего, если это не официально. Если это не разрешено прокуратурой, даже судом, прокуратура должна, извините, прокуратура должна обратиться в суд, да, правильно, и суд должен принять решение, разрешить или нет. Так все, по крайней мере, так мы. Сесть не мог никого включить никуда, если не было решения суда. И все остальные. Господин Воронин, у вас недавно был день рождения, да, в мае, если не ошибаюсь? Ну, я уже готовлюсь к следующему. Ну, все-таки, у вас с днем рождения Валпохотнюк поздравил? Нет. Позвонил? Нет. А когда он перестал звонить вам поздравлять вас с днем рождения? Потому что ведь звонил. А когда он мне звонил и поздравлял? А вы хотите сказать, что он мне звонил? Никогда не звонил, никогда не поздравлял? Может, приходило лично? Слушайте, насчет этого дня рождения. Меня поздравляли с днем рождения родственники, меня поздравляли друзья. Но когда я стал президентом, я стал президентом еще через месяц, месяц, полность 60 лет. И когда я спустился на первый этаж здания президентуры, которые вот почему-то должны нам ремонтировать турки, а не мы сами, да. И начались парады этих поздравлений. Ну, понятно, пришла фракция, пришли товарищи, это все понятно. А потом, когда мне сказали, что очередь еще там, это самое, я спросил человека-помощника там, говорю, Слушай, они кого пришли поздравлять? Меня или вывеску? Я это так воспринимал все годы моего президента. А сейчас поздравляют только те, которые ко мне имеют какое-то хорошее отношение, а не вывеску. И когда перестал поздравлять? Все-таки вывеска долго висела. Да не поздравлял он из вывески без вывески. Никогда. В общем строю их-то было столько. Что вы аж заблудились. Что я мог заблудиться, но я не заблужу, я никогда не блужу никуда. Вы понимаете, вы делаете все журналисты ошибки, персонифицируя отдельных людей. Вот так вы со мной игрались все 87-то лет моего президентства. Здесь ничего не шевелится в этой Молдове, если вороний не разрешит. И вот так показывали пальцами и так далее. Вверх сказал шеф. Слушайте, вы спросите сейчас, пригласите тех министров, что были министрами. Причем пригласите тех министров, которые были беспартийными министрами. То есть они не были привязаны к нам, к нашей партии. И спросите, так или не так. На одной из передач меня спросили, а правда вы дали указание, что в каждом кабинете дома правительства висели ваш портрет? Слушайте, ну это уже начинаются диагнозы. Извините. Нет, совсем не так. Когда ты погружен в работу, когда ты занят делами вот так вот, некогда поднять голову. Всех этих ерунды от всей, никто не думает и никто не помнит об этом всем. То есть вы предлагаете не персонифицировать? Я, возможно, даже отчасти с вами совершусь. Не идеализировать кого-то что-то. А кто говорит про идеализацию? Есть правительство, есть парламент, есть столько структур в стране. Хорошо, давайте тогда конкретно, господин Воронин. Давайте тогда не про персонализацию. Меня всю передачу спросите. Есть премьер-министр Павел Филиппи, есть спикер парламента Дриан Кандо. На ваш взгляд, у кого больше силы слова, у кого больше рычагов власти в этой стране? У Павла Филиппа, премьер-министра, у спикера парламента Дриан Кандо или у Влада Плохотнюка, председателя Демпартии? У Кандо. У Кандо? Да. Из них троих? У Андриана Кандо. Из них троих У Кандо? Да. Председатель парламента. Республика Молдова, соответственно, с Конституцией является парламентской страной. Вы сейчас серьезно? Серьезно, но я не сказал вторую часть. А вторая часть такая же, которая была, когда мы имели 71 мандат в парламенте, конституционное большинство, а потом, когда мы имели просто большинство, что вся политика, концепция согласовывалась, естественно, вернее, вырабатывалась на основе программных целей, теми, которые мы шли на выборы. И выиграли эти 71 мандат. Сейчас другое дело, каким методом, мы с этого начали передачу, предатели, все такое, перекупили, за сколько читали вы, все это правильно. Другое дело, но они имеют большинство. И поэтому Канда одновременно является и заместителем, председателем демократической партии, и они проводят в жизни эту политику демократической партии. Где и как они ее вырабатывают, они меня еще ни разу не пригласили на свои заседания. При политике этой партии вы верите в возможность свободных выборов осенью этого года? Я при политике этой партии и их сателлитов-социалистов, вы почему-то сегодня в передаче старательно избегали социалистов, вот, я вообще не верю во что-то положительное, что решится. В каком смысле, что они сохранят власть или что? Нет, что они способны что-то нормальное сделать для страны. Это другой вопрос. Я спрашиваю про результаты выборов. Как вы думаете, у них получится на основании смешанной системы? Они будут биться, это не так, как мы ушли с города поднятой головой, имея 60 мандатов. Они будут биться до последнего патрона, как говорят. Это будут не выборы, а что-то невероятное. Сколько процентов, как думаете, наберете вы в партии коммунистов? Трудно сказать. Трудно сказать, но мы будем... Пройдете в парламент? Но это даже не обсуждается, потому что мы с 1998 года в парламенте, причем почти всегда с большинством по сравнению с другими партиями, если не с абсолютным большинством. Почему мне трудно сказать? Потому что изменение закона, переход на эту номинальную систему, это меняет очень много. Не то, что меняет, а очень много портит в организации выборных кампаний. А вы вообще понимаете, почему Демпартия делает такой подарок партии социалистов? Потому что наличие только одного тура, единственного тура, сильно играет им на руку. Это показали и президентские выборы 2016 года, это показали и выборы в Кишиневе. Нет, не понял. Особенно после того, что провалились демократы в Кишиневе и Бельцах, я вообще не понял, почему демократы пошли на такую схему, изменили законодательство. Тогда они были уверены, что это в их пользу. Сейчас я не уверен. Так же, как я не уверен, не то, что не уверен, я вообще не верю в социологические исследования. Никогда не верил и не верю. И вот это показало, что социалистские исследования показывали одно, а результаты были другие совсем. Хорошо, но социалистам зачем они делают такой подарок? А это сейчас уже, получается, они против себя делают, они социалистам подарок. И еще неизвестно, если у социалистов есть этот рейтинг. Это второй вопрос. А на ваш взгляд, кстати, господин Ронин, Игорь Дедон, насколько самостоятельная фигура в том, что касается отношений с властью, с настоящей властью? Ни в чем. Он не самостоятельный? Ну, что вы не видите, Канду его три раза по пять минут отстраняло от должности, и он в это время где-то делал вид, что он решает что-то, катался где-то опять. В чем он самостоятельный? А он почему это допускает? Почему он не вызывает людей на протесты, как он обещал? Почему он это допускает? Он шантажирует, на ваш взгляд? Я не знаю, насколько он шантажирует, но то, что он бесхребетный, бесхарактерный, слабовольный, это однозначно. Он недавно где-то заявил, что я его критикую из-за зависти. Я хочу, чтобы он объяснил, на чем зиждется моя зависть к нему. Я не завидую тем, которые голосовали за него. Я не завидую тем, которые изменили Конституцию ради него. Это правда. Но другой зависти у меня нет. Это робот. Включаешь, он что-то делает. Я сказал, что это ленивый человек в начале передачи. Повторяю, что это более гладко, демократично. Что это робот. Включает ему кнопку, делает. А кто эту кнопку включает? Ну, или демократическая партия, или кто-то из социалистов, кто там у них, так сказать, курирует его. Или еще откуда-то эта кнопка тянется. Кто его знает. Господин Воронин, к сожалению, мы уже совершенно вышли за рамки нашего времени. Мы так печально заканчиваем все это. Ну, хорошо, давайте скажите, что им так за здравие. Ну, что скажу. Скажу людям, чтобы они начинали готовиться к серьезным батареям. Чтобы они были очень внимательны к обещаниям предвыборным. Чтобы они не верили тем, которые так очень много обещают, потому что ничего они не выполняют. Чтобы не было никаких проблем в их жизни, этих людей. Чтобы власть меньше мешала людям жить, а больше помогала людям жить. Очень хотелось бы это. Потому что разрушено все здравоохранение. Вот был вчера день медицинской работы, некого было поздравить, к сожалению. А вы, кстати, когда есть необходимость лечиться, вы лечитесь где? В Молдове или где-нибудь там? В Карловах Варах или еще где-нибудь? В Германии. В Карловах не лечатся. Там профилактически проходят процедуры. Пьют воду, чтобы не было болезней. Вот. Прицепились все за эти Карловары. Надо стараться вести правильный образ жизни. И на вопрос все-таки не ответили. Где вы предпочитаете лечиться? Не попадать в руки врачей. Где предпочитаете лечиться, если все-таки надо попадать в руки врачей? Все зависит от диагноза. Ладно. Я желаю вам здоровья. Здоровья. Спасибо. Мы обязательно увидимся. И вам и всем телезрителям. Спасибо большое, господин Воронин. Мы завтра увидимся, как обычно, в 21.30. Желаю вам спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»